С усердием кинооператора Павел Башлыков снимает каждый метр на долгострое. Готовит видео отчет для дочери. У них прошло, наверное, год-полтора, она не видела. Нас сюда не пускали, закрыть все было. Вместо голых стен Павел Башлыков должен снимать уютную двушку. Его дочь должна была здесь поселиться еще в 2017-м вместе с мужем и тремя детьми. Квартиру покупали, когда дом был почти готов. Ждать новоселья оставалось считанные месяцы. Но в конце 2016 года в общем чате дольщиков появилось сообщение о заморозке работ. После того, как стройка встала, дом облюбовали вандалы. Медную проводку вырывали с мясом, досталось и межкомнатным перегородкам. Строители уже вывезли 8 грузовиков битого кирпича. И это далеко не все. Новый инвестор стал достраивать дом осенью прошлого года. За это время успели вставить окна, доделать крышу. Сейчас подключают воду и проводят канализацию. Полностью закончить объект должны в третьем квартале 2021 года. Будет стяжка на повороте и двери будут хранить. Сантехника какая-то что-то будет, нет? Сейчас будет посадить, и мы однозначно на вопрос задавали. Мы не обидим то, что именно установка самой санфаянсы решается. То, что была модельная изломка, все восстанавливается. В 2017-м вместе с дольщиками деревни Мостец остались обманутыми собственники в 32 многоквартирных домах Ярославского района. Тогда за решение этих проблем взялся губернатор Дмитрий Миронов. На сегодняшний день либо достроенные дома, либо люди получили выплаты по тем ценам, по которым можно купить жилье на сегодняшний день. Таким образом, у нас осталось всего 4 дома. Последний долгострой в Ярославском районе должны сдать уже в следующем году. А в планах на этот, отмечают в профильном департаменте, решить вопрос по 14 проблемным домам. В целом, по региону. Почти с половиной уже справились. Осталось 8 объектов. Павел Волков, Сергей Мазилов. День в событиях.